Из-за недостатка солнечных лучей жителям Заполярья критически не хватает D – жирорастворимого витамина. По словам специалистов, Мурманская область вошла в число регионов, где дефицит этого вещества оценивается на уровень 95%. На проблему обратили внимание региональные власти и запустили проект стоимостью 100 миллионов рублей. Всем, у кого выявляется дефицит, будет выявлен, мы, конечно, рекомендуем наблюдение в поликлинике по месту жительства, поскольку, ну, по сути, это эквивалент обменного нарушения, и, конечно, более длительный период будет компенсация этого сниженного уровня витамина D. Проект направлен на выявление дефицита витамина у северян. В течение 20 минут люди смогут узнать информацию уровня витамина в крови, подобрать дозировку и бесплатно получить препарат. Всем надо проходить, надо свои витамины D знать. Добавка выдается из расчета курсовой дозы на один месяц в зависимости от выявленных отклонений от нормы. Создана она на основе рыбьего жира мурманских производителей. В пункте работают медицинские работники, это медицинская услуга. Мы всех информируем, что возможна аллергическая реакция как на продукты питания, так и, естественно, на лекарственные препараты. Это не чистый рыбий жир, какой мы слышали, привыкли. Это уже концентрированный, готовый витамин D, активная его форма. Пройти экспресс-тестирование сможет каждый желающий старше 18 лет в специально организованных пунктах. Они будут функционировать до конца июня этого года. Работать мобильные пункты будут еще 149 дней. С пятницы по воскресенье с 12 до 20 часов в трех главных торгово-развлекательных центрах Мурманска. В ближайшее время еще в 10 крупных городах нашего региона появятся такие же мобильные пункты. Витаминов хватит всем. Манчегорск, Оленингорск, Апатиты, Кировск, Ковдор, Кола, Североморск, Заполярный, Кандалакша, Лобозера. С 9 февраля в этих городах также заработают мобильные пункты витаминизации. А после бригады медиков начнут посещать небольшие и удаленные от областного центра населенные пункты. Юрий Монаков, Максим Чинкин, ТВ21+.